всем привет новое видео я как обычно начинаю влог с окошка вот такая у нас пасмурная прохладная погодка утром рано проснулась бегала в душ помыла волосы включила обогреватель прогрела комнаты потому что ну свежо-свежо так последние дни у нас прям загруженные мы как белки в колесе очень много дел вчера целый день в городе промотались кирюшка же у нас подлечился пару дней же мы дома были вот реально было все хорошо я его уже отправила в садик и вчера воспитательница звонит и говорит что кирюхе выписали направление на больничный поэтому кирюха сегодня со мной дома на хозяйстве и ему сегодня ему сегодня день рождения где мой именинник где мой красивый именинник лежит мультики смотрит да что торт у нас не готов да не готов торт сейчас будем готовить я уже тесто замесила так шары у нас не надуты подарки не запакованы короче кирюха на твое день рождения мы реально растерянные все знаете так на бегу в попыхах будем сегодня делать и еще нам разрешили прийти в садик принести в обед угощение и чтобы кирюшку поздравили детки хоровод поводили поэтому мне вот нужно сейчас успеть быстренько приготовить торт и собраться и где-то в одиннадцать десять нам сказали подойти на хоровод да а ты скажешь а песенку спой с днем рождения тебя с днем рождения тебя с днем рождения с днем рождения у меня тут рабочий процесс готовлю торт делаю детям безглютеновый нам уже не стала готовить я в реально чуть не успеваю ничего хотя бы вот деткам сделаю чтобы они покушали такой аля медовичок крем сварила немножко такой он у меня густоватый получился ну ладно ничего страшного я прямо вот так на сковородке и пику они побыстрее получаются так что в общем вот так вот заварила себе кофе йога то я вчера целый день просто без кофе вечером только покушала я кстати покупаю вот такой вот укроп сушу его на зиму мы так креветки если покупаем либо там что-нибудь может за малой соли чтобы сухой прям был вы представляете у меня было два пучка я их порезала посушила и видимо я не досушила положила в пакет и он весь заплесневел так жалко просто вообще вот купили два новых пучка нужно еще соленьями заняться вообще не хватает времени так украшение на торт купила клубничку и купила чернику черника кстати кирюхе не понравилась а на клубнику уже накинулся уже штук пять съел свечка у нас вот такая вот и happy birthday да ты помощник мой да ты торт делаешь готовить старт так ладно будем мы готовить садик едем везем угощение мы тут купили соки фрута няня вот такие вот постилочки купили и воспитателем два рулетика я взяла к чаю да ты тоже есть все вызвали такси поедем на такси потому что с кирюхой и с пакетом я не дотащусь как раз рядышком возле садика и львинки на квартирах зайдем покормим кота ну что выходим нет не трожь потом марк придет вместе с марком скушайте хорошо все тебе сейчас в садике еще перепадет все поехали открывай дверь красавчик мой весь в обновках да все давай пойдем как и ручей день рождения и спекли мы вот такой высшины вот такой не жены вот такой ширины вот такой пойдем у жены карабай карабай кого любишь выбирай кирюша с кем хочет станцевать он уже ждет друг ждет захара будешь выбирать ну иди давайте танцуйся а мы будем вам аплодировать калинка малинка калинка моя саду ягода малинка калинка моя все захар вставай давайте еще споем а кирюша пока думаешь кем он хочет танцевать хорошо пойдем как на кирюшин день рожденья и танцевать красавчик вот такой вот такой вот такой над ширины вот такой ужины паши назад отходим карабай 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 Ну, выбери, с кем ты теперь хочешь станцевать из девчонок? С кем ты станцуешь? С Соней станцуешь? Ну, давай. А давайте все вместе парами станцуем. Калинка, малинка, калинка моя. В саду ягода малинка, калинка моя. Ура! А теперь давайте вместе скажем три раза. Мы сегодня с вами до трех считали. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Можно даже обнять вот так Кирюшу. Обнять вот так. Только сильно. Ой-ой-ой. Все, кто? Ой, Захар прям и целует. Конечно, лучший друг. А теперь, кто еще не обнял, может подойти и обнять. Вот, девочки у нас любвеобильные. Вот. Вот это дружба. Все. Пусть угощение от Кирюши. Молодцы. Ой, все волшебные слова знают. Вот это да. Давай, давай всем. Вот. Так, мы уже сходили в садик, поздравили детишки Кирюшку. Угощение дал. Все, пойдем, зайка, пойдем. Какие осенние краски. Просто вообще красота. Идем в сторону дома. Зашли уже, кошку покормили. Прям вообще. Мне нравится очень рябина, потому что она вот такая вот красная, красивая. Ты любитель собирать перышки, да? Да. Ну, все, пойдем. Пойдем, рыбка моя, холодно. Все, идем в сторону дома. В кофте-то уже попрохладней. Надо куртку либо жилетку одевать, да? А как красиво. Вы посмотрите прям вообще. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ура! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заехали заодно сделать техосмотр Как раз сейчас вроде должны сделать Потому что у нас нет страховки до сих пор Мальчишки кушают Мы сделали техосмотр И сейчас приехали делать страховку Муж уже пошел А я тем временем заказала ролчики У нас, знаете, все дни рождения Проходят в таком семейном кругу Заказываем какие-то вкусняшки Роллы там, либо креветочки Да и в принципе все Не наготавливаемся, голову себе не морочим Мама за рулем в очках Потому что без очков Плоховато Вижу прям, знаете, на глаза Прям так давить Дискомфортно Особенно вот когда дождь идет Так пасмурно Ночью некомфортно ездить Поэтому я прям с чехлом хожу И одеваю очки обязательно Именинник уснул Привет скажешь всем? Аргоша Привет Привет Так, дождь, дождь идет Так, мы пока сейчас страховку сделаем И наконец-то муж мне будет спокойно давать машину Чтобы я ездила в город По поселку как бы я езжу Там Кирюшку в садик отвозить А в городе еще одна я не ездила Чисто только с мужем Не хотел мне давать машину Потому что страховки нет И если не дай бог Кого-то догоню Либо еще что-нибудь То как бы придется со своего кошелька Это все оплачивать Поэтому нужно сделать страховку Дай бог, чтобы сейчас все получилось И сделали В какую-то страховую муж заезжал Насчитали 25 тысяч А потом мы ему вот посоветовали Страховую Здесь насчитали 19,5 Ну большая такая нормальная разница А почему так дорого? Потому что страховку делаем на двоих И так как у меня нет стажа опыта вождения То цена идет вот такая вот большая Если у меня уже будет стаж больше трех лет Тогда страховка будет дешевле И плюс еще там Это уже со скидкой Потому что Мне больше 22 лет И то, что мы с поселка Вот идет скидка А так, если бы мне не было 22 лет То И мы в Нижневартовске Жили в самом городе То цена еще больше была Так что, в общем, вот так вот Цены, конечно, космические Пока решили поездить на одной машине Попробовать Потому что помониторили Я несколько месяцев сидела Наверное, пару месяцев я сидела Мониторила все объявления Цены просто нереально Растут на все На машины в том числе И на ту сумму, на которую мы рассчитывали Мы так посмотрели Короче, только корыто, да Тазик с болтами купишь ты И все Мы и прозванивали И муж смотрел Несколько машин Приезжали на СТОшку И муж поднимал С коллегами смотрели Все гнилое Все кривое Все, ну, никакое И отдавать деньги такие Кредит пока не хотим брать Потому что у нас и так два кредита Нужно сначала эти выплатить А потом уже будет видно А попозже как-нибудь возьмем машину Я заметила, что о своих планах Лучше не говорить А сделать, а потом уже сказать Когда ты это сделал Потому что с квартиру, когда мы покупали Я молчала, как партизан А за машину сказала, что мы планируем Многим там знакомым сказала Я уже вся горела Вот скоро машину купим Выбирали, выбирали И потом ничего не получилось В итоге мы сейчас остановились на том Что пока поездим на одной Потому что кредит не хотим брать Нужно с двумя теми пока расплатиться Тратить последние деньги И потом сидеть, извините, с голой жопой Да, тоже это, ну, это Это глупо будет Поэтому пока решили попробовать на одной Там уже будет видно Ну, в принципе, я даже и рада Потому что муж мне предлагал Купить машину на механике Какую-нибудь недорогую А может даже вас какой-нибудь Там вас 2114 Он мне предлагал Я даже рада Потому что я уже вот езжу сейчас на автомате И я привыкла настолько к автомату Мне кажется, на механику, если я сяду То это все заново Все заново нужно будет учиться Конечно, автомат для женщины Это прям вообще спасение супер-пупер Поэтому, короче, как-то так Комбезы прикольные 8000 Прям такие расцветки Горчичные еще есть И размеры большие есть Вот чисто черный Такой серый графитовый Прикольные Одежда прям прикольная О, мы как раз сейчас шапки Здесь вам посмотрим Черные хочу Шапки им какие-нибудь Ой, подножки смотри Мы уже дома Перекусили креветками Которые вчера жарили Совсем что-то не захотелось Вроде так хотели-хотели Селедку под шубой Кушали И в итоге креветки так и не съели Оставили на сегодня И вот, наконец-то, 7 часов вечера Нам привезли ролчики Деткам вот такие Я заказываю рис, нори и рыбка Так, нам заказала Классику обычную С креветкой Вот такие вот Там огурчик Икорка какая-то И сырок Вот эти заказала Канаду Сверху уголь Соус кунжут Рыбка красная По-моему, либо огурец, либо авокадо И сыр Вот эти всегда в подарочек кладут С креветкой сыром Вроде бы простые Но очень даже вкусные И вот эти мои самые любимые Фаворит Там авокадо Зеленый лук Сыр и икра Рис И в темпуре они пожарены Вот, кстати, запеченные я не очень люблю За вот это вот все добро Со скидкой с днем рождения Я отдала 1408 рублей Подорожали немножко роллы Раньше в тысячу Вкладывали Сейчас уже больше намного Ну что, будем мы кушать И всем приятного аппетита Утро следующего дня Утро холодное Сырое Ветренное Такое прям осеннее-осеннее Мы уже с Маркушкой взбодрились Проснулись в 7 утра Сгоняли в больницу Сдали анализы Вообще я планировала Приехать домой Детей покормить И потом уже на такси Поехать в больницу Маркуху Окулисту показать И как раз двоим Сразу же сделать кардиограмму Просто Кирюхе нужно сделать Кардиограмму И заодно Маркушке Но муж говорит Да ладно, уже сидите дома И так дел у вас много И погода такая Ну да, погода очень противная Поэтому решили остаться дома Заниматься домашними делами У нас уже готовится завтрак Марк заказал пельмени Я сейчас сделаю кофеек Кусочек тортика съем Потому что дети не осилят одни Так, я в перекрестке Ой, не в перекрестке А в светофоре Купила горшки Смотрю, там осталось 3 набора Думаю, надо взять Про запас По-любому у меня еще орхидеи будут Ну как не взять 3 горшка вот таких красивых Симпатичных 124 рубля Ну почему не взять, да? У меня все орхидеи стоят в таких горшках Давайте уже в следующем влоге Я обязательно вам расскажу про орхидеи Потому что несколько человек просили Чтобы я рассказала И показала подробненько Так, дел у меня сегодня очень много Потому что когда муж выходной Дома абсолютно ничего не делается Бардак, стирка И что-то ей приготовить нужно Вчера в магните купили крышки для банок Нужно же закрутки делать Купили банки 12 штук Упаковкой продавались В маяке мы покупали И что вы думаете Муж сейчас их занес с машины И мы понимаем, что банки Обычные Они не под крышки с закрутками А у меня даже этой машинки нет Чтобы закрывать Но так как я буду помидоры делать броженными В принципе можно закрывать И пластиковыми крышками Поэтому ничего страшного Купили ящик помидор Сливка это По 39 рублей Оп там Если ты покупаешь целый ящик То по 39 рублей А так рублей наверное по 60 Вот в магните я видела Целый ящик взяла Но с этого ящика я еще буду делать хреновину Аджика такая Свежая Не вареная С чесноком С хреном С перцем Короче вот так Вот дел у меня сегодня много Попозже потом займусь еще огурцами Я тоже делаю их броженными Конечно это нужно все хранить в холодильнике Вроде бы у нас и холодильник большой Но места маловато Если сейчас еще банками заставим Знаете пожив в квартире я понимаю что Проще пойти купить в магазине Вот честное слово И мозги себе не делать Нет если конечно была дача там Либо гараж да Где можно это было все хранить То конечно можно и побольше делать А так в принципе дети не едят Я тоже не сильно ем Чисто вот так вот мужу там Либо если гости приходят Помидоры получаются бомбические Рецепт моей свекрови Потом в описании под видео Либо в закрепленном комментарии Обязательно вам напишу рецепт Потому что по любому будете спрашивать Кирюха тут уже с самого утра рисовал Вроде бы классная раскраска Но когда ребенок на ней сидит И кожа касается То весь фломастер отпечатывается на кожу Вот это вот конечно плохо И как то у нас с подарками не очень получилось Мольберт пришел разбитый Но мне уже одобрили возврат И я сегодня же его пойду И сдам на Валберес И закажу новый Потому что мольберт очень классный Цена у него была классная Поэтому вот перезакажу И вечером нам звонят С садика с родительского комитета И говорят Вам дали чужой подарок Я говорю в смысле чужой подарок А я еще удивилась Думаю почему снова нам дали Вот такой вот коврик В том году такой давали коврик И сейчас такой же Ну только рисунки да разные А мама с родительского комитета Говорит Мы еще не успели сделать собрание Потому что мы ждем Пока нас в новую группу переведут И она говорит Еще деньги не собирали И новые подарки На новый учебный год Не закупили И вам дали чужой подарок Я говорю Ну давайте Либо я деньги говорю Отдам Либо как-то докупить Либо наш Говорю Тогда отдадите ребенку В общем Тоже как-то некрасиво было Она говорит Может вы попробуете нам его отдать Я говорю Ну в смысле Как ребенку подарили Как у ребенка забрать Говорю Тем более он уже весь порисованный Тоже как-то не очень так получилось Ситуация такая неприятная Ладно все Меньше слов И буду заниматься Потому что дел очень много А время уже 10-й час Ну что приступаем Как говорится пошла жара Ой господи Как неохота Как неохота Так Третью стирку сейчас поставлю Стирать Плед нужно постирать Полотенце потом попозже Чистое повешу Постирала тоже Сварила суп с вермишелькой Здесь у меня гречка А-ля плов С морковкой С мясом Мультиварку по-быстрому закинула Так И приготовила вон уже Кучу овощей И помыла пока 6 баночек Сейчас буду заниматься помидорами Немножко убралась Но помощник Кирилл мне Тут вон порядок в общем навел уже Как бы красота вообще Спать будешь Нет А надо спать Все детки спят уже Время уже сколько Два часа Уже даже наверное третий час Ага Ага Прятаться Чтобы мама не видела Да Ладно Пошла я заниматься Потому что дел очень много Время 4 часа Я жутко уже устала Хотя еще дел Ого-го На кухне бардак убрать Посудомойку разгрузить Попылесосить Нужно хорошо и помыть Полы Так Я выбежала на Валберис Дала Мольберт Уже и деньги мне вернули Забрала заказ Кавказского Такое топленое масло Ги с крупинками Попробуем детям И в подарок положили Мед, суфле, манго Ну аппетитно так выглядит Так Я уже сделала 6 баночек Помидор В магните забежала Купила крышки Потому что у меня было Всего лишь 4 штуки Сахар, молоко, яйца И бананчики Еще взяла И пакетики Одноразовые Так Это рецепт моей свекрови Очень вкусные помидоры У меня муж обожает И вот гости, которые пробовали их Всегда в восторге от этих помидор Называется, знаете Рецепт, да Помидоры для лентяйки Вот честное слово Очень быстро их готовить Помыли помидоры В баночки Набросали вот этих всех специи Перец горошком Чесночок Лавровый лист Сладкий перчик Хрен Хрен Листовой Укроп Ну, в общем, я думаю, вы поняли Бросаем на трехлитровую банку Три столовые ложки соли И две ложки сухой горчицы Порошок, да-да Это рецепт А-ля бочковые Такие броженые помидоры Минус этих помидоров В том, что их нужно хранить в холоде Это либо холодный подвал, да, у кого есть такое помещение Либо холодильник Естественно, в холодильнике они очень много займут места Ну, я вот приготовила 6 баночек пока Думаю, нам, в принципе, хватит Если будет желание и время Куплю машинку Может, еще сделаю сладких Ну, мы как-то вот Муж у меня такие любит Я уже, честно сказать, отвыкла от вот этих вот солений, варений Короче, заливаем просто холодной водой И все Я, получается, на полтора литровую банку Сыпала полторы ложки соли И одну ложку горчицы И вот так вот их периодически переворачиваем Они несколько дней стоят на столе Бродят Когда они уже взбродили То уже убираем их в холод В общем, вот такие вот помидоры На днях займусь огурцами Тоже в холодной воде делаю Тоже они сохранятся в холоде Это рецепт моей мамы Это хреновина, аджика, да, кто как называет 3 литра томата И на 3 литра томата идет 300 грамм чеснока 300 грамм сладкого перца 300 грамм хрена 150 грамм острого перца 1 стакан это 200 грамм сахара Уксуса Тоже написано 1 стакан Но, опять же, вот все по 300 грамм Опять же, я вот делаю на глаз И в прошлый раз мы делали на глаз Я сейчас вот эту вот смесь Здесь у меня хрен, перец Ну, то, что я перечислила Высыпаю сюда Все перемешиваю Пробую Добавляю сахар Там уксус Но, опять же, уксус Я не буду полный стакан добавлять Потому что лучше попробовать Чтобы не переборщить И потом я разолью Муж вечером заедет Купит пластиковые бутылки И в пластиковые бутылки разолью Полными сильно не наливаем Потому что тоже оно бродит И очень-очень вкусно получается Там мы убираем в холодильник У меня есть внизу ящик такой холодный И я вот туда вот так вот бутылочки И положу Сейчас буду все сюда высыпать Пробовать, замешивать И дальше буду заниматься уборочкой Нажарила лаваш У меня лаваш оставался Я на днях делала И селедку под шубой еще на днях Тоже вот готовила Сейчас заварила себе кофе Муж приехал У нас такой ужин На скорую руку И поедем гулять Дети захотели картошку фри Мы заехали в торговый центр Зашли в Галамар Сейчас в Магнит Пройдемся И пойдем покупать картошку фри И в сторону дома Я нереально устала Просто вообще без сил Время полдевятого Время полдевятого Приехали домой Сейчас пойдем отдыхать Готовиться ко сну Завтра рано вставать Завтра папу завезем на работу И первый раз Сама поеду С мальчишками по делам Полдня будем кататься На этом я буду с вами прощаться Заканчивать этот улог Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока-пока